Добрый день, меня зовут Партикова Светлана, ученица 10 класса МБО Лазейской СОЖ, руководитель Кондакова Надежда Михайловна. Тема моей исследовательской работы называется «Измерение естественного радиационного фона». Большинство людей волнует воздействие радиации на организм человека, поэтому меня заинтересовала, безопасна ли радиационная обстановка вокруг меня, в которой я нахожусь чаще всего, какую дозу облучения получаем мы, находясь дома и в школе. Цель работы – измерить и сравнить уровень радиационного фона помещений. Предмет исследования – уровень радиационного фона помещений. Объект исследования – кабинеты школы МБО Лазейская СОЖ. Радиоактивность – это способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению. Известно, что радиоактивные излучения при определенных условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов. Дело в том, что альфа, бета и гамма-систисты, проходя через вещество, ионизируют его, выбивая электроны из молекул и атомов. Дозиметры – это приборы для измерения дозы или мощности ионизирующего излучения за определенный промежуток времени. Для проведения исследований я пользовалась прибором под названием индикатор радиоактивности RADEX RD1503+. Я измерила уровень радиации в кабинетах школы. Я проводила измерения в течение двух недель – с 25 ноября по 8 декабря 2019 года. Цель работы – измерить и сравнить уровень радиационного фона в помещении. Наблюдение. Во всех помещениях в кабинетах радиационный фон не повышал норму, которая составляет 0,30 мкс в час. Наибольший уровень радиоакции оказался в шестом классе – 0,20 мкс в час. Ниже всего фон был в первом классе – 0,08 мкс в час. После проветривания радиоакционный фон снижался. Заключение. Изучив литературу по теме исследования, я выяснила, что радиоакция является неотъемлемой частью нашей жизни, в течение которой человек подтвержден воздействием естественного радиоакционного фона. Из всех видов радиоактивного излучения самым опасным является гамма-излучение. По результатам нашей работы можно сказать, что радиоакционный фон не превышал допустимый для жизни уровень. Все. Спасибо.